Добрый день! Сегодня мы с вами рассмотрим систему PIXBI, это российская селс-сервис система бизнес-анализа. Давайте рассмотрим из каких разделов она состоит. У нас есть главная страница, где присутствуют либо избранные дашборды, либо часто используемые и также полезные ссылки. Раздел с директориями, где находится наше приложение. Раздел администрирования. Он доступен тем, у кого есть доступ в раздел администрирования. Как таковых администраторов в системе нет и админские права может получить любой пользователь, которому они будут предоставлены в разделе правила администрирования. Эти разделы можно настраивать как все, так и по отдельности. То есть пользователь может получить доступ как ко всем разделам, так и к какому-то определенному. Рассматривая раздел данные, мы видим тут набор данных и источники данных. В системе присутствует несколько источников данных, такие как API, это растапи. Баз данных ClickHouse, Microsoft, ODBC, Oracle и Postgres SQL. И файлы это CSV, Excel, JSON, ClickFile, C, XML. Данные в систему загружаются либо напрямую, либо загрузкой в хранилище. Хранилище представляет себя либо с UBD на Postgres, SQL, либо на ClickHouse, в зависимости от того как вы хотите. Давайте рассмотрим платформу XBI на примере построения анализа продаж скульт-троговой компании. Данное приложение состоит из пяти дашбордов, у него есть модель данных. Модель данных мы можем настраивать связи, редактировать текущие, либо создавать новые. На данный момент связь многие ко многим отсутствует в системе. Также мы можем настраивать RLS, это ограничение по строкам и omit, ограничение по столбцам для определенных пользователей, чтобы они не могли видеть те или иные данные в наших виджетах. Рассматривая более детально модель данных и PIX ETL, здесь мы с вами можем видеть, что у нас присутствует запрос на SQL. Также мы можем сделать различные преобразования для наших столбцов, это изменить тип поля и прочие преобразования. Все преобразования у нас будут отображаться в отдельном окошке. Также мы можем добавить новый столбец, сделать join и union. Рассматривая непосредственно сам дашборд, мы с вами можем видеть, что у нас тут присутствуют такие виджеты как фильтры, контейнер, где у нас есть геокарты, тепловая карта и контейнер с различными таблицами. В таблицах у нас присутствует конструктор, что позволяет нам отключать либо строки, либо столбцы. Также мы можем переносить их. Данные будут автоматически перестраиваться. Также присутствует drilldown, где у нас все раскрывается. И мы можем более детально видеть наши данные. В системе сквозная фильтрация. Это значит, что если мы выберем в каком-либо фильтре наши значения, которые нам нужны, и перейдем на следующую страницу, то эти фильтры автоматически сохраняются, и наши виджеты перестраиваются под них. На данной странице вы видите такие виджеты, как фильтры, спидометры, карточки, прямая таблица с применением форматирования и график, диаграмма по областям. На данный момент в системе присутствуют следующие виджеты из коробки. Это линейный график, диаграмма с областями, стопчатая диаграмма, горизонтальная стопчатая диаграмма, круговая диаграмма, прямая и сводная таблица, карточка, датчик, пузырьковая диаграмма, фильтр, картинка, комбо-график, каскадная диаграмма, JavaScript-виджет, геокарта, кнопка, контейнер и тепловая карта. Расчетные показатели в системе создаются с помощью формул PIXMETA. Присутствуют следующие функции для агрегации и дополнительные функции. На примере меры прибыль в рублях, вы сами уже видите, как она была построена. Можно как самому печатать, так и добавлять поля просто через нажатие. Система будет подчеркивать нам, что у нас присутствуют ошибки и подсказывать, в чем может быть проблема. Рассматривая следующую страницу, мы с вами можем видеть тут график и круговую диаграмму. Также в системе мы можем фильтровать наши данные через выборку в наших виджетах. Например, если в круговой диаграмме я выберу сторону Германия, то все виджеты автоматически перерисуются с учетом нового фильтра. В системе существуют закладки. Мы можем создать сейчас новую закладку и сделать ее либо общедоступной, либо оставить ее персональной. После того, как мы ее создали, мы можем брать наши фильтры. И допустим, если в следующий раз я захочу зайти на дашборд и применить те фильтры, которые мне необходимы для работы, я могу просто выбрать их из закладок, и все фильтры будут автоматически применены. Рассматривая страницу товара, здесь мы с вами можем видеть такие виджеты, как фильтры, дерево, сводная таблица и каскадная диаграмма. Виджет дерева отсутствует в коробке в системе PIXBI и он был добавлен через JavaScript. В системе работают виджеты такие, как eCharts, поэтому мы можем добавлять любой виджет из библиотеки eCharts и настраивать его под себя. Мы можем провалиться в категорию женской одежды, более детально рассмотреть наши товары. Рассматривая страницу менеджера, мы с вами видим пузырьковую диаграмму, комбо-график, таблицу и виджеты фильтры. На пузырьковой диаграмме мы с вами также можем отфильтровать наши данные. В системе также присутствует такой раздел, как комментарии. Мы можем как всегда загрузить какой-то файл, так и просто написать текстом. После чего мы можем его отредактировать, удалить или сделать закладку и также отвечать на него. Мы рассмотрели с вами возможности системы PIXBI и реализацию технического задания по анализу продаж торговой компании. Спасибо за внимание. ПОДПИШИСЬ! 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 ПОДПИШИСЬ!